Добрый день, хорошо ли меня видно, слышно? Рада приветствовать на нашем вебинаре всю Россию. Меня зовут Юлия Александровна Федорова, я кандидат наук, доцент, заведующая кафедрой общепитерической психологии Башкирского государственного педагогического университета. Но, наверное, больше горжусь тем, что я практически психолог. Спасибо, что откликаетесь. Я работаю с родителями, работаю с детьми, веду индивидуальную терапевтическую работу и очень много работаю и, соответственно, со школами, и с учителями. И поэтому ту тему, которую я сегодня хочу с вами обсудить, я вижу с трех сторон. Предлагаю нам с вами такой режим работы, когда я буду говорить по своей презентации. Все вопросы, которые у вас возникают, вы задавайте, я буду рада обсуждению. И очень хотелось бы услышать от вас, что вам интересно в этой теме и какие у вас в этой теме трудности, и что бы вы хотели узнать, что бы для вас было важно. И я, как практический психолог, постараюсь на ваши вопросы ответить. Если не смогу ответить сразу, то, по крайней мере, сориентирую, в каком направлении нам с вами двигаться. Итак, общение с родителями, взаимодействие, а не воздействие. Почему так названа тема? Очень часто в работе с родителями и детьми хочется видеть такую замечательную систему, тандем. Когда родитель, педагог и ребенок – это одна единая система, в которой ребенок находится в теплых руках родителей и педагога. Но, к сожалению, очень часто эта картинка выглядит так, что и ребенок находится между родителем и педагогом. С точки зрения психологии на это откладывают отпечаток очень разные факторы. И в чем же здесь есть трудности, и в чем же здесь есть пути решения. Потому что если мы будем говорить только о трудностях без возможности их разрешить, нам будет не очень понятно, для чего тогда мы собираемся. Начну, наверное, с того, что сейчас немножко мою презентацию. Есть такая расхожая фраза, что не так трудно работать с детьми, как трудно общаться с их родителями. Я думаю, вы как педагоги все сталкиваетесь с ситуацией, когда есть негативное влияние родителей на ребенка, когда есть эмоциональное неприятие школы или детского сада, и когда ребенок становится больше реакции и проекции той системы, в которой он находится. И тут у него возникают трудности взаимодействия с учителями и учителей трудности взаимодействия с ним. Можно привести кучу примеров, как нелегко бывает добиться того, чтобы было взаимопонимание с родителями. И для этого педагогу очень важно быть в позиции организатора, в позиции управленца. Когда я хожу к занятиям студентам, я часто спрашиваю, возможно ли конфликт между мной и вами, и кто будет за него ответственен. Они мне говорят, ну не знаю, смотря кто с кем поссорится. И тут с точки зрения организационной структуры это не совсем верно, потому что если функция управления в образовательном процессе принадлежит педагогу, то и, соответственно, функция взаимодействия с пользователями этого образовательного процесса, главенствующая, тоже принадлежит педагогу. Именно учитель выбирает формы и способы общения с родителями. Быть родителями не учат. И очень часто, в 7 лет я руководила школой приемных родителей, очень часто сталкивалась с ситуацией, когда желающие стать замещающими родителями оказывались в условиях, когда они представлений не имеют, что такое быть родителем. Родителями становятся в разных условиях, в разное время. И тот традиционный опыт, который раньше передавался из поколения в поколение, от бабушек, дедушек, их детям и дальше следующим поколением, как воспитывать детей, какие были традиции, он сегодня утерян. Большая часть родителей обращается к друзьям, к интернету для того, чтобы ответить на вопрос, как воспитывать ребенка. Это касается и маленького ребенка, и уж точно это касается ребенка-школьника, когда возникает вопрос, что делать с подростковым возрастом, как справляться с теми трудностями, с которыми они сталкиваются. Из моей личной частной практики я могу сказать, что родители чаще всего растеряны, и они бы рады были обратиться к кому-то за помощью. С чем мы в этом тут можем столкнуться? Когда мы говорим, кому принадлежит ведущая роль в организации общения, немножко забежала вперед, педагогу, потому что важно выстроить это общение в рамках образовательного процесса, чтобы не подключать туда, в это общение, свои личные отношения. А это сделать очень сложно. Наша профессия преподавательская, педагогическая, она такая, что мы все равно имеем субъективное личное отношение к ребенку. И, соответственно, просто выключить все эмоции невозможно. Наша профессия эмоциональная. В нашей профессии очень важна эмпатия, очень важно сопереживание, умение включиться. И проявляя эмоциональное отношение к ребенку, трудно быть безэмоциональным к его родителям. И если мы сталкиваемся с тем, что ребенка явно родители не уделяют внимания или не выполняют те функции, которые на них возложены, то, конечно же, это вызывает эмоциональный отклик. И вот с этим тоже нужно справляться. Когда мы говорим, что из себя представляет педагог, то мы тут можем перечислять те характеристики, которые здесь на слайде я представила. Это про устойчивую потребность в самосовершенствовании, стремление к созерцательному общению. И так много должных того, что педагог должен уметь. Не буду на этом останавливаться. И попробую перейти к такой мысли, что хороший педагог, хороший ребенок, это удобный ребенок, сказал Януш Корчок. Все воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, а для этого прежде всего нужно сломать его собственный дух и собственную волю. То есть превратить его из субъекта в объект. В образовательной системе послушный хороший ребенок приветствуется. Наша система вообще выстроена в формате для средних детей. То есть те, кто не выделяется ни с точки зрения девиации, ни с точки зрения одаренности. И чем более он ведет себя ровно, тем более комфортен он для организации учебного процесса. В таком случае, наверное, хороший родитель, это тоже достаточно удобный, послушный родитель. Покладистый, тихий, исполнительный. И тогда вопрос в том, какого родителя мы, как организаторы учебного процесса, хотим видеть. С одной стороны, хотелось бы, чтобы он был в контакте. Но педагоги часто жалуются, что они пассивны, безответственны, родители не включаются в дела детей. Но в таком случае мы должны понимать, что это будет не объект, а субъект. Активность и ответственность присущи только субъекту, который имеет собственные цели, смыслы, интересы, и которые могут отличаться от наших. Получается таким образом, что хорошее взаимодействие с родителем это взаимодействие на равных. Это взаимодействие как субъектов, у которых есть свои цели. Но в том ритме жизни, в котором мы живем, и в том сложности образовательного процесса, который приходится организовывать, есть ли возможность у педагога оставаться субъектом и выстраивать свои цели? Есть ли возможность взаимодействовать как с субъектами, с учеником и с родителем? Это будет риторический вопрос. Когда мы говорим именно о взаимоотношениях, то в взаимоотношениях ключевым понятием является рассмотрение всех участников как коллег на равных. И задача обмена опытом, совместная разработка решений. Тогда мы рассматриваем родителей и учителей, родителей и педагогов, родителей и воспитателей как тех, кто находится в равной позиции. Для того, чтобы вырастить где ребенка, для того, чтобы сформировать ту личность, которую мы планируем. Я думаю, что не удивлю вас, так как вы все находитесь в этом процессе, что есть стереотипное мнение родителей об учителях, есть стереотипное мнение учителей о родителях. Например, стереотипное мнение о том, что учителя – это все люди с маленькой зарплатой, которые вынуждены заниматься нашими детьми. Они не в состоянии решать проблемы лично каждого ребенка, им важно, чтобы был вообще порядок в классе. Они нередко бывают несправедливы к детям, они очень много нервничают, и они кричат. Им, по сути, безразлично, что будет с ребенком, а мы – мучайся. Если мы говорим о стереотипных мнениях учителей о родителях, то мы можем отметить, что родители часто отмечают, что родители такие и дети, как продолжение. Что отправляют ребенка в школу с своими проблемами, которые сами не решили, а учителя должны разбираться. Что на собрание не хотят ходить, не заинтересованы, дневники не подписаны, все требуют от школы, а сами детьми не занимаются. И получается, что когда мы говорим об эффективности взаимодействия, то мы должны понимать, что и родитель, и педагог должны быть уверены, что это будет приятное общение. Я сталкивалась в своей практике и со сложностями учителей для того, чтобы донести что-то до родителей. Но самое сложное, с чем приходится сталкиваться, это с тревогой родителей, которые беспокоятся, что они не смогут донести до учителей какую-то свою мысль, какое-то свое требование. И очень часто переживают о том, что я пойду, я буду пытаться разговаривать, а учитель потом сможет компенсировать мою конфликтную ситуацию на моем ребенке, что ребенку от этого будет хуже. И вот в этом один из главных аспектов, почему не получается эффективного взаимодействия. Если мы представим, что родители это не самодостаточные, уверенные и всегда требующие, а часто тревожные, и тревожные из-за своей неуверенности, у нас до сих пор остается на федеральном уровне нерешенный вопрос, в каком соотношении родитель и учитель, школа в целом, система, детский сад, вуз туда же можно отнести, занимаются воспитанием ребенка, его образованием и развитием. Кто несет какую ответственность? Потому что большей частью сейчас ответственность лежит на родителях за полученное ребенком образование. Но с другой стороны, это самые некомпетентные с точки зрения преподнесения воспитания и образования субъекты образовательного процесса. Они за все отвечают, но родителями их быть не учили. Очень мало где в регионах есть школы успешных родителей, очень мало где есть вообще какие-то службы сопровождения, которые действительно эффективно помогают среднестатистической семье. Есть службы, которые работают с девиантными семьями, которые работают с детьми группы РИСКО, которые работают с замещающими семьями. Но как таковых тех, кто помогает родителям, нет. И поэтому родители не меньше, чем любой другой участник образовательного процесса, нуждаются в поддержке. Если мы начнем смотреть на него с точки зрения поддержки и помощи, то шансов на то, что взаимодействие будет эффективное, больше. На что же мы можем обратить внимание? Что нам прежде всего в общении с родителями, в взаимоотношении, нужно обращать внимание на потребности родителей и на потребности детей. Что для них нужно? Что мотивирует их к активной жизненной позиции? Ну вот какой фразой, например, вы часто встречаете своего родителя, своих детишек дошкольного или школьного учреждения, что у него что-то случилось, что какие-то проблемы. Согласитесь, если да, тут можно мигнуть мне огоньком, что я все-таки в нужном русле с вами общаюсь. Спасибо. Отлично. То есть мы часто говорим, у вашего Миши что-то случилось, у вашего Миши какие-то проблемы. И что чувствует родитель? Что сейчас мне нужно пойти в школу для того, чтобы получить порцию каких-то неприятных бонусов. Чтобы получить нагоняй, чтобы получить упреки. Во-первых, я могу как психолог сказать, что у многих родителей срабатывает их собственный детский опыт, их опыт неуспешности в школе. И есть страх взаимодействия со школой, есть страх взаимодействия с учителями. И они боятся не меньше, чем дети. Естественно, они это транслируют и на своих детей тоже. Поэтому какой ключевой мотив, то есть на чем можно строить общение педагога и родителей. Вот просто одной фразой, если можно в чате, напишите мне, что главное, вот какую бы фразу вы взяли девизом. Что бы вы сказали ключевое родителю, что бы его потребности удовлетворялись, обращаясь к нему? Попробуем? Есть мысли? Не, ваш ребенок неуспешен. Не, что-то происходит плохо. А на чем? На какой потребности, на какой внутренней составляющей взаимное доверие. Отлично, спасибо вам, Зоя, что мы вместе. Взаимодействие как одна цель сделать его счастливым. Начинаем со слов «мы». Выстраиваем партнерство, что все хорошо, правда, да, не бойтесь, мы не будем вас ругать, мы не будем вас воспитывать. Вот воспитывать очень важно родителей, да, похвала за усилия. Спасибо за ваши старания. Это интересно мне или за родителей? А я бы начала с потребностей в любви. Я всегда говорю своим родителям, которые приходят к своим ребенкам уже с трудностями, вы его любите. Я вижу, что вы его любите. Какой ваш сын сегодня молодец, похвалите ему. У нас есть к вам предложение, я хочу с вами посоветоваться. Маленькая манипуляция или... Я тоже ей пользуюсь, но она классная. Очень важно обратиться к потребности в любви, да. То есть, что родитель... Вот первое, на что мы ставим, как основной, основополагающей аксиомой, что родитель любит своего ребенка. Как бы он эту любовь не проявлял. Возможно, эта любовь не всегда явная. Но очень важно, чтобы мы подчеркивали, что мы видим, что вы любите своего ребенка. А вот после этой фразы уже можно говорить о чем угодно. Мы справимся вместе, обязательно добьемся успехов. Спасибо вам огромное, здорово. Прямо в нужном русле. И тогда можно дальше разговор строить не так, как Миша сегодня получил двойку, он не готовится. А когда мы видим, что вы любите своего ребенка, и вы тратите очень много сил на его воспитание. Но нужно сделать еще кое-что, чтобы ему было легче. Или нужно сделать еще кое-что, чтобы помочь ему. Давайте поможем ему вместе. И родитель чувствует себя неоправдывающимся родителем, неоправдывающимся учеником, он чувствует себя человеком, у которого тоже есть трудности, но его понимают. И что с ним в союзе, а не в противодействии. Что учитель выступает с ним рядом. Вы знаете, своего ребенка лучше нас помогите. Помогите нам спланировать работу. Абсолютно согласна. Очень психологично. Прямо спасибо, Наталья. То есть, когда мы говорим о том, что мы идем из взаимодействия, мы всегда строим это на базовых потребностях. Что мы вместе, что мы доверяем, что вы своего ребенка любите. И это очень дает хороший эффект. Родительская тревога, про которую я уже проговорила, это очень большая и важная составляющая. Родитель волнуется. И если вы поймете, что он находится всегда в более тревожной позиции, и в этой тревоге он защищается. Чаще всего свою агрессивность по отношению к образовательному учреждению он проявляет не потому, что он такой важный и значимый, а потому, что он настолько переживает и тревожится, что он окажется свергнут с родительского пьедестала, что он окажется некомпетентным в чем-то, его оценят и оценят не с точки зрения на равных, и он поэтому агрессивничает. Не ставить себя выше родителя. Уметь выстраивать отношения на равных. Отлично. И вот теперь я хочу тут немножко сменить презентацию. Я тут буквально перед началом нашего вебинара решила немножко сделать по-другому, чтобы добавить вам практическое упражнение, которое было бы вам полезно. Я обращусь абсолютно к психологической теории, теории транзактного анализа. Это теория Эрика Берна, и я думаю, что многие из вас может быть знакомы с ней, в которой в транзактном анализе мы выделяем три эго-состояния. Я пролесну теорию и остановлюсь вот здесь. Внутри структуры каждой личности, каждого из нас, есть три эго-состояния. Каждый из нас может быть родителем, ребенком и взрослым. Это наша часть личности, которыми мы заявляем себя другим и вступаем во взаимодействие. Родитель – это тот, у кого очень много норм, должествований, требований, запретов. Родитель – это информация, которая получена в детстве от своих родителей и от других авторитетных лиц. Это правила поведения, это социальные нормы, это запреты, это нормы того, как можно или должно вести себя в той или иной ситуации. Второе эго-состояние – это ребенок. Это начало, которое проявляется в эмоциях, в желаниях, в «хочушках», «хочу», «боюсь», «ненавижу», «какое мне дело», в очень таких, ну, правда, детских проявлениях. И третье эго-состояние – это взрослые. Человек способен объективно оценивать действительность, он получает информацию в результате собственного опыта, и там нет ни должествования, нет ни эмоционального порыва, там есть информационное поле. Как вы думаете, из какого чаще всего эго-состояния вы общаетесь с учениками? Родитель, ребенок или взрослый? И вообще, знаете ли вы свое ключевое эго-состояние? Пока вы размышляете, я расскажу «родитель». И родитель скопирован, ну, чаще всего, с родительских фигур, и он закрепляется в авторитетах. Он проявляется в манерах, он проявляется в общих фразах. Должен, необходимо, надо, нельзя, критические замечания, запомни, прекрати, ни за что на свете, я бы на твоем месте, да милый ты мой. Вот такие обращения чаще всего характеризуют в диалоге родителя. Литвак описывает это состояние таким образом, если действие выполняется часто и становится автоматическим, появляется родитель. Это некий автопилот, который позволяет правильно вести корабль в обычных условиях и дает возможность освободить своего взрослого от рутинных, обыденных решений. Это тормоз, который автоматически удерживает от промечивых поступков. То есть это некая совесть. Да, про заботу его родителей сейчас тоже скажу. То есть у родителей есть опасность в том, что это очень большие запретительные программы. они часто мешают личности удовлетворять свои потребности. А так как профессиональная деятельность тоже обуславливает то или иное эго-состояние, то сама по себе преподавательская деятельность, педагогическая деятельность требует много авторитаризма. Особенно это сильно отпечатывается на учителях и педагогах младшей школы и до школьного образования. Потому что там проявление внутриличностного авторитета должно быть больше. Они маленькие, ими нужно управлять. То, соответственно, эго-состояние родителя закрепляется и чаще применяется, чем другие. Ребенок – начало человека. Ребенок – это импульс очень важный. Сейчас я про ребенка тоже немножко проговорю. Но хочу сказать, что чаще всего в педагогической деятельности очень много родителей. И вот этот же родитель в своих проявлениях идет взаимодействовать с родителем эго-состояния, идет взаимодействовать с родителем детей. Что мы получаем? Там, в своей позиции, его взаимоотношения с ребенком, он тоже в эго-состоянии родителя. Встретившись, два родителя сталкиваются в конфликтной ситуации. Давайте немножко тут продолжим. Что родители очень часто контролируют, запрещают, и очень часто есть требования, наставления, поучения. В принципе, учитывая, какая у нас нагрузка, и учитывая, как много у нас автоматизма и как много повторяющихся действий, то родитель, как наиболее компенсаторная форма нашего эго-состояния, будет выходить первое. Что это значит? Ну, это значит, что невозможно постоянно удерживать себя в импульсе ребенка или в равновесии взрослого. И поэтому для энергосбережения мы переходим в родителей. И мы становимся вот таким. Очень часто раздаем должествования. И эти должествования потом переходят и не только в состояние профессии, но и в личную жизнь, когда появляется эмоциональное выгорание. Об этом мы говорим на другом вебинаре. Когда мы сталкиваемся с тем, что на одни и те же фразы мы начинаем ригидно отвечать одно и то же. И на одни и те же ситуации мы реагируем одинаково. Так в чем дело? Получается, что эго-позиция родителя как будто выскакивает над остальными и фиксируется в структуре личности. И тогда мы в этой родительской позиции начинаем общаться со всеми. С коллегами по работе, с детьми, с родителями наших детей, с мужем дома и со своими детьми тоже. И это все очень мешает коммуникации. Потому что если мы вступаем с позиции родителя, то... Так, я сейчас немножко забегаю вперед. Сейчас я про это скажу. Правильно. Все воспитывались в разной среде и у каждого свои приоритеты. А их нельзя закрепить. А, ну вот и про это я тоже, кстати, Анастасия, спасибо, что вы напомнили. Могу отдельной фразой добавить, что нельзя одни и те же нормы и установки нести, ценности нести нельзя, потому что каждый человек со своими ценностями. А когда мы с родительской фигурой начинаем со всем транслировать свои ценности, то они все время с кем-то сталкиваются. И это столкновение опять ведет конфликт. Эго состояние взрослого дает возможность объективно оценивать действие, действительность информации, которая получена. Там нет шаблонов и там уже появляются адекватные ситуации и решения. То есть здесь все время задействовано мышление. Это не очень энергосберегающий режим, но зато он очень хорошо помогает в выстраивании эффективных коммуникаций. Получается, что здесь есть и переработка информации логической, и есть принятие решения, и нет эмоций, которые есть у ребенка. Взрослый – это способность находить компромиссы, альтернативные варианты решения. Он здесь и сейчас, он не приписывает прошлое, он не вспоминает будущее, он не ссорится от царя гороха и тем самым создает очень хорошую атмосферу для коммуникации. И получается, что еще у нас есть третья позиция – это ребенок. Ребенок – это источник желаний, влечений, потребностей. Здесь радость, интуиция, творчество, здесь фантазия, здесь любознательность, здесь спонтанность, здесь активность. Но здесь также есть и страхи, капризы и недовольства. Ну и, соответственно, ребенок – это хочу, меня злит, ненавижу, нравится. То есть часть личности, которая сохранилась еще детства, и ребенок – это некое душевное ядро, это то, что дает возможность нам чувствовать, это то, что дает нам возможность ощущать себя неким очень живым, эмоциональным человеком. Если у нас очень большой родитель, то позиция ребенка часто бывает приглушенной. Конечно, ребенок может быть неэффективен в решении самостоятельных проблем. Он не может, он может трудно справляться с трудностями, расстраиваться, плакать, противостоять давлению другого человека. И эта позиция тоже может преобладать в любой профессии, в нашей тоже, когда любое давление воспринимается как нападение кого-то большого сверху. вы уже начали об этом говорить, родитель бывает заботливым и критикующим, а ребенок бывает свободным, адаптированным и бунтующим. И от этого зависит особенности проявления этих форм. Но мы на этом не будем останавливаться. Я хотела вам открыть сейчас картинку, на которой есть все эти три транзакции. Так, 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 так. Наверное, лучше мне вернуться в начало, на первую страничку. Итак, посмотрите. Когда внутри нас есть родитель, взрослый и ребенок, внутри другого человека тоже есть три эго-состояния. Родитель, взрослый и дитя, ну или ребенок, да. И мы вступаем в взаимодействие. С точки зрения транзактного анализа, с точки зрения психологии, для того, чтобы общение было качественным, транзакции должны быть прямые. Если мы из позиции родителя обращаемся в позицию ребенка, то ответ должен быть обратно. Из позиции ребенка в позицию родителя. Ну, например, если я вам говорю, вы что, опаздываете на вебинар, вам как не стыдно вообще это делать? Родительская позиция? Родительская. То тогда, чтобы конфликта не было, вы должны мне ответить, ой, извините, пожалуйста, ничего, я больше так не буду. Детская позиция. Если же встречаются две родительские позиции, то тогда это выглядит так. Я говорю, вы чего опаздываете на вебинар, вы не уважаете меня совсем, что ли? Я же, между прочим, вовремя пришла. А с позиции родителя отвечает, у меня работа, мне некогда заниматься этой ерундой. Да, то есть я пришла тогда, когда смогла. И вот здесь возникает конфликт, потому что транзакция сюда шла так, а обратно шла вот так. Это конфликтная ситуация, с которой мы часто сталкиваемся во взаимоотношениях с любым человеком, а с родителем особо. Родитель нашего ребенка приходит вот с этой позиции. Он приходит, хорошо, если как заботливый родитель, но чаще всего он настроен уже решительно, и он приходит как критикующий. Ну, может быть, и то, и другое, заботливый, критикующий родитель. И, соответственно, лучше всего дать возможность ему спуститься в позицию взрослого, призвать его к логике, запустить его мышление, помочь ему ответить на те вопросы, которые у него возникают. И тогда он сможет быть с нам эффективным взаимодействием. Тогда общение двух взрослых будет продуктивным, там будет логика. Тогда мое обращение будет выглядеть так. Коллеги, я начала 20 минут назад, вы опоздали, поэтому, если вам нужна информация, еще раз проговорим об этом в конце занятия. И с позиции взрослого вы мне отвечаете, что хорошо, мы это увидели в файлах, если нужно, мы обратимся к администратору. Это бесконфликтное общение. И в этом бесконфликтном общении и родитель, и учитель чувствуют себя полноценными участниками, на равных. Но вот сюда очень сложно спуститься. Чаще всего нам хочется перейти в позицию повыше, потому что это защитительная позиция. То есть мы из этой позиции защищаемся. Мы из этой позиции пытаемся оградить себя от каких-то сложностей. Ведь легче всего сказать, ну что вы себе позволяете, ну почему вы так делаете. Но это и говорит еще и о моих внутренних противоречиях, когда я буду говорить, что вы меня не уважаете. Тогда что там с проблемой уважения с точки зрения психологии возникает. Ну и пока вы меня слушаете, я предлагаю вам пройти тест коротенький. И могу даже на это вам пару минуточек уделить. Я вам сейчас попробую в чате эту ссылку прикрепить. ссылка на тест, в котором вы можете определить соотношение взрослого родителя и ребенка в структуре вашей личности и посмотреть, насколько вы ощущаете себя гармонично. Все три эго-состояния, находящиеся в равном доступе к вашему мышлению, вашему сознанию, пониманию, когда вы чувствуете и понимаете, когда вы ведете себя с точки зрения родителя, когда вы ведете себя с точки зрения эго-состояния взрослого и когда вы ведете себя с эго-состояния ребенка и можете это контролировать, вот в этом есть секрет успеха. Когда вы видите, что к вам приходит родитель, который уже с этой позиции, вы можете в начале в подстройке войти с ним в контакт с позицией ребенка, когда он говорит, мой ребенок, между прочим, в школу отправлен не для того, чтобы я ходила и краснела, чему вы его учите? И вы говорите, да, действительно, мы его чему-то учим. И дальше потихоньку возвращаете его во взрослую позицию. Вы, поднимаясь во взрослую позицию с детской, опускаете его во взрослую. То есть, ваша задача, вот здесь вот прям чуть-чуть нарисую, ваша задача переместить его вот отсюда, переместить его вот отсюда, вам самим, вот сюда, и наоборот, его сместить вот отсюда, вот сюда. И чтобы ваше вот это взаимодействие перешло во взаимодействие вот такое. В общем-то задачка с точки зрения психологии простая, но не такая простая с точки зрения решения, потому что в этом решении это многие умения, которые вы применяете. Это прежде всего умение понимания различать свое эго состояние, реагировать на эго состояние того, с кем вы в общении и соответственно умение переходить. Это приходит исключительно с опытом. Каких-то специальных упражнений на это нет. Но если вам удастся до конца нашего вебинара ответить на 20 вопросов онлайн-теста, который я вам отправила, и поделитесь впечатлением относительно того, кто же вы в своем эго состоянии и насколько они у вас преобладают, в идеальном варианте, когда у вас все три равненькие. Ну, такого очень редко бывает. Вот. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы по этой части, задайте, потому что дальше я хочу перейти еще к техникам эффективного общения, с которыми я хотела бы поделиться. И получается, ну, судя по тому, что вопросов пока не поступило, может быть, еще печатайте. Я буду следить за одним глазом, за чатом. И получается, что чего же хочет родитель-то от педагога? Он хочет, прежде всего, поддержки. Может быть, он хочет признания того, что он действительно много делает для ребенка. Может быть, он хочет понимания, что нелегко справляться с тем, что он, что есть. Вообще, на самом деле, родители даже в самых агрессивных своих позициях чаще всего приходят именно за поддержкой, вниманием и пониманием. Тем самым вы можете легко забрать инициативу в свои руки. Когда он приходит и начинает агрессировать, что там случилось, простые фразы, которые вы до этого написали, они очень помогают. Важно, чтобы педагог был заодно. О, чудесно. У Анастасии вот в равных позициях. Прям взрослого больше и прям очень гармоничная структура личности. И чаще всего родитель хочет получить очень конкретную помощь. И ему нужны ясные рекомендации. Чем более конкретный путь вы ему обозначите, что нужно сделать, тем легче будет с ним взаимодействие. Прям все на равных. Что мы относим к методам конструктивного взаимодействия? Одно из хороших умений – это не реагировать, точнее наоборот, реагировать на эмоциональные переживания. Проговаривать чувства. Вы, естественно, не психологи для того, чтобы участвовать в психологической консультации. Но простые фразы – да, действительно, это непросто. Да, вам было обидно. Я вам понимаю, я вам сочувствую. Могут очень помочь в восстанавливании контакта. Прямо у всех ровненько. Прямо душа моя психологическая радуется. Также необходимо подчеркивать, что то, что происходит с ребенком – это не какая-то единственная катастрофа, случившаяся только в этой семье. Что есть возрастные трудности, что есть трудности, которые свойственны детям, похожим по складу ума. Что это часто встречается, что с этим можно справиться. Что это не какая-то трагическая беда, с которой невозможно справиться ни в каких условиях. Также важно создать позитивную мотивацию. Так, я прочитаю, это убежит вопрос. Родители из критикующих по взрослых приходят с конкретными замечаниями. Да, замечания принимаем, да, но нет. Мы говорим, да, но нет. Это такой отличный прием психологический. Говорим, да, вы правы, но вот знаете, дайте ему… И абсолютно согласна Надежда с вами, что это очень сложно. Для этого вначале надо, если с точки зрения психологии, дать им выплеснуть эмоции. И тогда будет проще, когда они почувствуют несколько этапов принятия. Но не всегда педагог может этим заниматься, это работа психолога. Как выстраивать общение с ребенком дошкольного возраста? Как реагировать, если обидели на улице ребенка? Как понять, что хочет ребенок? Какие меры воздействия есть на ребенка, если он не слушается? Но тема сегодня наша про родителей, а не про детей, про взаимодействие с родителями. Немножко выходим за тему нашего вебинара. И я боюсь, что мне придется далеко отойти. Потому что тот вопрос, который вы мне задали, он очень обширный, Андрей. Наверное, я не смогу на него ответить прямо вот сходу. Общение с дошкольником в возрастных этапах должно строиться. Через игру, через сказку, через то, чтобы мы воспринимали его не как взрослого на равных, а как того маленького ребенка, который несет нам какой-то посыл свой, и что он под этим понимает. Поэтому если его обидели на улице, то, я думаю, нужно поговорить и объяснить, вот на это реагировать. Ну, если совсем коротко, потому что вопрос очень большой. А я движусь дальше. О том, что какие же приемы. Сейчас я вам расскажу про приемы, которые хорошо используются. Для того, чтобы замечание было озвучено, нужно прежде всего обратиться к я-высказыванию. И это звучит в таком формате. Техника простая. Вначале вы озвучиваете ситуацию. Потом к этой ситуации добавляете свои эмоции. И сейчас я вам прямо в чате напишу эту формулу. Это выглядит как ситуация плюс эмоции через я-высказывание. Плюс предложение и ожидание, если они нужны. Уже в этом формате все будет решаться хорошо. Например, я-высказывание – это вообще начало бесконфликтного общения и начало качественного общения. Например, Вася вчера очень плохо себя вел, и мне пришлось поставить ему двойку. Ужасно вообще то, что с ним было. Это отвратительно. Это фраза, которая не понравится родителям. Теперь ситуация. Вчера ребята подрались. Безэмоционально. Потом высказываете свои эмоции. Я очень расстраиваюсь, когда они так себя ведут, потому что я не знаю, что с ними делать. Или мне трудно с ними справляться. И предложение. Когда такое происходит, мне приходится ставить им двойку за поведение. Как вы считаете? Есть другие варианты? Или, возможно, вы с ним сможете поговорить? И такие высказывания, даже если вы только перейдете в я-высказывание, они уже с ней снижают напряжение. Когда вы говорите про себя, тут одно из таких принципов будет именно выстраивание в формате без использования конфликтогенов. Не обобщать, не говорить. Он всегда так себя ведет. Это конфликтное высказывание. Вот в этой ситуации он повел себя так. Или он никогда не делает уроки. Это обобщение. Опять же, лучше обращаться к конкретной ситуации, чтобы не было напряжения. И я-высказывание – это одно из таких простых, приемлемых способов, где можно говорить про чувства, где можно взять ответственность за происходящее. Я очень расстраиваюсь, когда так происходит. И когда вы говорите о своих эмоциях, это и в межличностных отношениях хорошо работает, и в взаимоотношениях с коллегами, с детьми, и с родителями, в том числе, как в сложной категории для взаимодействия, для общения. Это не может подлежать оценке. Я не могу оценить, как вам обидно. Я не могу сказать, да нет, тебе не обидно. Потому что это не может быть оценено. Я чувствую, что мне обидно. Это мои чувства, и я могу их чувствовать так, как хочу. Мне это доказывать не нужно. И тогда тут нечего возразить. Вы чувствуете, что вам обидно, и с этим можно уже что-то делать. Или я так вижу, или мне кажется. И тогда коммуникация выстраивается намного проще. То есть, когда говорящий выражает словами проблему, чувство, причину их появления. И выражает конкретную просьбу партнеру, в которой заключается решение конфликтной ситуации. С добавлением своих эмоций. Например, вот здесь у меня есть пример. Когда Дима на мою просьбу сдать тетради ответил, я забыл тетрадь дома, я рассердилась. Ведь я накануне предупреждала, что буду собирать тетради. Я прошу вас проконтролировать в течение недели выполнение Димы домашних заданий. И прийти в субботу в школу, или позвонить мне, чтобы мы это обсудили. И здесь уже нет обвинения. Это объективное описание произошедшего. То есть, тут нет собственной оценки. Вообще, чем меньше оценки, тем лучше. Вот у нас у психологов нет позиции хорошо-плохо, правильно-неправильно. И тогда общение становится более бесконфликтным. Точная вербализация своих чувств, описание причины и выражение просьб. В принципе, в той схеме, которую я дала вам в чате, то же самое. Что еще здесь можно добавить? Как мы объективно описываем произошедшее? Когда Дима сдал тетрадь. Я тут уже проговорила. Ну и про эмоции. Точно вербализируем свои чувства. Я обиделась. Я расстроилась. Если будет обвинение по отношению к родителю или к ученику, то тогда это будет вызывать сопротивление. И уже будет противоречие. Например, если я расстроилась, это одно. А если Дима меня расстроил, это уже вообще абсолютно другая история. Или вы меня расстраиваете тем, что ваш Дима плохо учится. И тут есть обвинение. И, соответственно, будет сопротивление на это обвинение. Вот. В описании причины возникновения чувств. То есть, например, потому что я накануне предупреждала, что буду собирать тетради. И уже выражение просьбы. Прошу это проконтролировать. Можно обратиться с просьбой. Предложите свое решение. Есть позиции стилевые, которые более эффективны. И которые менее эффективны. И я сейчас, наверное, озвучу две позиции, которые звучат как позиция адвоката и позиция прокурора. В позиции адвокат, говоря о проблеме ребенка, педагог говорит с позиции его защитника. То есть, он искренне хочет помочь ребенку и помочь родителям. Тут нельзя обвинять. И тут нужно искать выход из сложившейся ситуации. Какой бы серьезной ни была, мы найдем выход. Вы, кстати, очень много присылали высказываний именно по этой схеме. Я готов вам помочь. Я не обвиняю вас и вашего ребенка в случившемся. Если это произошло, значит, на это есть причины. Для меня важно не выявить причины, кто прав, а кто виноват, и доказать, что да, он виноват. А как раз именно помочь в том, чтобы сложившаяся ситуация не повторялась или чтобы она устранилась, если она еще развивается. Ну и поддерживать свою профессиональную позицию. Говорить, что, например, это моя профессиональная задача помогать и давать ребенку знания. Эта позиция хорошо используется, когда родители обращаются за советом, когда обращаются за помощью, делятся своими проблемами, интересуются поведением, успехами ребенка. Когда родители предъявляют к ребенку завышенные требования и сами являются авторитетными родителями, ждут от него очень больших ожиданий. То есть здесь нужно быть адвокатом ребенка, чтобы родители, наоборот, были более мягкой позицией по отношению к своему ребенку. Если педагогу требуется сообщить негативную информацию о ребенке, потому что воспринимать негативную информацию через вот такое одобрение, оно делается проще. Слушайте, я так рада вашим результатам, которые вы присылаете в чате. У вас такое прям равновесие шикарное. Не преобладает ни одна из эго-позиций. Гармоничные личности. Сегодня здесь с нами взаимодействие. Ну и разговор можно начать, рассказав что-то хорошее о ребенке. Так называемый прием сэндвича. Когда мы говорим что-то хорошее, потом преподносим негативную информацию и завершаем опять чем-то хорошим. Чтобы не было внутреннего очень сильного сопротивления у родителей. Что еще здесь важно? А, вот вторая позиция. Про что здесь идет речь? Когда мы говорим о позиции прокурор, то здесь мы всегда кого-то обвиняем. Мы пытаемся дать чувство вины. А чувство вины вообще само по себе чувство очень неприятное. Я не знаю ни одного человека, который бы своим чувством вины наслаждался. В нем очень плохо, от него всегда хочется избавиться. И в зависимости от тех копинг-стратегий, которые есть у личности, это может быть разное. Это может быть спрятаться, не приходить на собрание, не реагировать, или же наоборот вступить в оппозицию и начинать сопротивляться. Поэтому позиция прокурора будет у серии в этом есть ваша вина. Вы должны за это ответить. Вы обязаны держать все под контролем. Я тут уже ничем не могу вам помочь. Это ваши проблемы. Вы ничего не сделали для того, чтобы у Димы была тетрадь с домашним заданием. Хотя это ваша обязанность, ваш ребенок. Вот те фразы, это ваша обязанность, которая может проскользнуть во взаимодействии, она всегда неэффективна. Потому что это серия, что вы мне мои обязанности раздаете. И тут чувство вины, из которого родитель захочет обязательно выскочить. И ее не рекомендуется использовать, потому что это не про взаимодействие. Родитель получает нотки обвинения, я уже про это проговорила, и часто идет в контрнаступление. Защищая себя, своего ребенка. Либо может уйти из общения вообще, перестать отвечать на сообщения, уйти из чатов и так далее. Придя домой, такой родитель, даже если он примет ваше наставление и обвинение, то в психологии есть принцип горячей картошки. Может быть, вы о нем слышали. Когда встревоженный, рассерженная личность находит того, кто менее слабый, чтобы эту агрессию выплеснуть. И если вы выплесните свое недовольство на родителя, то он придет и выплеснит свое недовольство на ребенка. Устроит ему настоящую головомойку и тем самым отыграется за свои унижения, которые получил в школе. И от этого ребенок уйдет из контакта не только, дома пострадает ребенок, уйдет из контакта не только с родителем, но и с учителем. Потому что учитель будет восприниматься как тоже лицо, не внушающее доверие, опасное, которое может принести ущерб. Ну и вряд ли после такой беседы у родителя с ребенком сложатся хорошие взаимоотношения. Может быть вообще другой сценарий. Родитель придет и эмоции негативные по отношению к учителю выплеснят не на ребенка в плане нападения на ребенка, а защищая ребенка будет нападать на учителя. Говорит, он такой плохой, он сказал про тебя плохо, и тогда этот клубок развернется только в другую сторону. Ребенок будет негативно и недоверчиво относиться к учителю, к педагогу, потому что родителю он не может не доверять. Это его единственная безопасная среда, в которой он живет и развивается. Вот. И, соответственно, наша система, которую я рисовала на самом первом слайде, распадается. И распадается тандем учитель-ребенок. Тем самым, эта позиция очень и очень невыгодная. Вот. И я вам проговорила еще про такую штуку, как принцип сэндвича. Что хорошая информация должна упаковываться, то есть плохая, наоборот, информация должна упаковываться в хорошую. То есть первая часть готовит эмоциональный фон, когда мы говорим о том, что мы вместе, мы готовы к контакту, к сотрудничеству. Во второй части говорится о поступке. И при том, здесь есть очень важный момент. оценивая ребенка и давая негативную оценку родителю, можно говорить о поведении, можно говорить о деятельности, можно говорить о действиях, но нельзя говорить о личности. Потому что то, что касается личности, не правится. и очень сложно меняется, много ли мы можем изменить в структуре своей личности в течение всей своей жизни. Иногда какой-нибудь один паттерн поведения, который сложился, еще в детстве не можем устранить. А на самом деле в структуре личности изменить сложно. Если сказать ваш ребенок двоечник, двоечник это личностная характеристика. Это человек такой. Если сказать он сегодня получил двойку, то, во-первых, мы обозначили временные рамки. Во-вторых, мы обозначили, что это была оценка, которую он получил за что-то. И это можно исправить. Поэтому в взаимодействии всегда важно говорить о поступках и действиях, которые совершены. Но нельзя говорить о личности. Оскорблять личность и уж тем более оскорблять личность ребенка в присутствии родителей нельзя. Так же, как нельзя оскорблять родителей в присутствии ребенка. Потому что для ребенка мы подрываем безопасную среду, в которой он живет и развивается. А для родителя мы обижаем его чадо, ведь это его ребенок. И таким образом середина преподнесения того и той информации о поступке она должна быть максимально не эмоциональной, максимально информативной, логичной и содержащей минимальное количество оценок. И в завершении беседы мы снова выходим на хорошую ноту о том, что это можно решить, о том, что у ребенка есть сильные стороны, о том, что это может быть опорой для поиска конструктивного решения проблем. И, например, Дима всегда активно отвечал на уроки, но он не сдал тетрадь домашней работы, так как забыл ее дома. Мы с ним договорились о том, что он вечером ответственно подойдет к сбору портфеля и завтра обязательно принесет тетрадь. А не то, что он двоечник и все время забывает тетрадь. Это безответственно и для вас тоже. Светлана, спасибо за ваш отзыв про принцип сэндвича. Он, кстати, работает вообще в преподнесении любой негативной информации, которую вы можете таким образом упаковать. Всегда можно найти сильные стороны. Ну, это еще и ресурсирование. Если мы не дадим родителю ресурс для решения этой проблемы, то мы как будто говорим, вот, у вас плохой ребенок, делайте с ним что-нибудь. Он берет это и говорит, у меня плохой ребенок, я плохой, ребенок плохой, и мы все плохие. Что с этим делать? Вот такая, вот такой принцип. Ну, и я бы на этом этапе завершила наше с вами взаимодействие. можно еще, ой, не туда перелистнула. Сейчас, секундочку, разогналась, тут все наложилось. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Включила такой завершающий слайд, чтобы вам, если нужна буду или полезна, чтобы вы могли с вами связаться. если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, если, может быть, что-то для вас было особенно важно. Постаралась визложить структурированно. Ну, и ключевой вывод, давайте жить дружно. Мы делаем одно большое дело. Спасибо, что были активны, спасибо, что взаимодействовали. И передаю слово организаторам. Спасибо.